задействуем мы сегодня свиную грудинку я ее завакуумировал дома и немножко проработал с ней давайте покажу смотрите на есть особенность она с ребрами уже то есть это сверхсочное нечто получится у нас самая главная задача сделать вот из этого красивую хрустящую корочку обратите внимание амью венес амьюфа ее дизай здесь лёшка прошелся вот этим аппаратом давайте я покажу вдруг тот не знает как это делать вот мы взяли проходим вот так вот и весь волосяной покров убираем весь его уже нет я просто показал принцип я это сделал все дома что мы с этим делаем дальше очищаем можно опять же и станком это сделать это абсолютно не шутка эта штука у нас 1 и 8 килограмма нарезаем мы следующим образом берем длинный нож желательно хорошо конечно заточенный и делаем вот такие вот надрезы шкура толстая после чего переворачиваем посмотрите как это все получается у нас и делаем все то же самое то есть нужно сделать крестики нолики мы слепой наташ тебе понятна мысль отлично я думаю что ребятам тоже не порезать хотя здесь эти порезать кстати вот в кой-то веке порезать именно в тему результат получается следующим на самом деле это очень напоминает когда мы с вами готовим утиную грудку первая подготовка закончена ребята всем здравствуйте лёшка как всегда с вами сегодня немножко пивной кухни конечно да но по сути она подойдет к любым напитком даже к морсу квасу или что вам больше нравится готовится очень просто на самом деле рецепт изначально для духовки но я сегодня первый раз хочу попробовать приготовить это все на гриле и еще с учетом того что мы слегка это все под закоптим в духовке получается классно поэтому имейте ввиду все так же по ходу пьесы буду вам рассказывать как это готовить в ней зарится ну и будет комбо в конце это не только сегодня грудинка будет будет еще картошечка по интересной методе у меня в голове она мне показалось интересной может быть получится неплохо короче за рецепты как всегда пальцы вверх большущие ставим ну либо худощавые дизлайки но мы все-таки с вами за нормальные нормальные толстые хорошие пальцы вверх не забываем про наши соцсети вики дзен и разумеется любимая тележка погнали теперь специи вот здесь очень интересный момент смотрите в чем это мариновать я в описании оставлю что здесь просто перечислять вам это сложно я не буду врать я купил готовую смесь мне она очень нравится вот вот эта смесь это черный перец куркума и цедра апельсина запах у нее просто бомбический я вам серьезно а вот это вот у нас острая версия здесь каенский перец паприка немножко майорана и разных трав но я на самом деле в содержании содержание в описании все оставлю дальше единственная специя которыми еще понадобится это розмарин вот так вот скидываем сюда что мелко 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 мы все это с вами наколбасим ребятки по поводу специй вы скажете чувак где интересные специи далеко и просто если бы я добавился шафран который у меня есть но он здесь не к селу не городу у да это интересно в магазинах продаются хорошие миксы вот мы с вами недавно делали шашлыками до этого подборку вот это одна из подборок это для стейков мы обязательно сделаем она очень пряная уже все есть это дешевле ты покупаешь пакетик за 50 рублей до или каждые специи но если вдруг вы такие фантасты и любите это делать поэтому еще раз повторить в описании я оставлю весь этот список из свежего самое главное это розмарин отправляем сюда сюда также идет масло трюфельное конечно нет обычная подсолнечное масло наташка аж передернулась сейчас если честно передернулась вот это шутки так перемешиваем на мой лично взгляд масло помогает разойтись специями для кого-то она стопорит для кого-то нет не знаю у меня все хорошо в этом плане более оставлять мы будем 12 часов похоже на аджику до жидкого как будто бы очень ароматный апельсин здесь тема да если не найдете вдруг апельсин перец это делает и кота не делает и каме сделает вы чтобы вы понимали да просто возьмите цедры слегка потрите немножко здесь он посушеная она очень ароматно набрасываем желательно чтобы маринад попадал и в прорези до так называемый не замуж неправильно конечно здесь также соль до присутствует в спецах поэтому дополнительно я не добавляю но смотрите мы сверху с вами будем делать еще один маринад во время приготовления да и у нас пройдут другие вкусы здесь не надо вот в этом смысле сразу все накидывать потому что в определенной температуре работает одно что-то хрень короче начал тести в общем вы меня поняли старого понесло после дошираков сушки я совсем забыл сказать с другой стороны у нас находится пленка мы ее с вами обязательно убираем она очень плохо здесь убирается сделать это обязательно можно подцепить ножом а можно вот так вот фигачить руками и будет нам с вами счастье таким образом если вы не снять просто маринад не пройдет и будет немножко бестолково так вот через пень-колоду но мы сейчас это с вами сделаем и вот здесь какой цвет будет вы представить как это приготовиться а вот эта корочка идеология вот этого рецепта именно вот в этой части мы сделаем так же мы спалим ее на хрен но она будет хрустящей и вот эти места мы тоже не забываем забываем с вами пройтись в общем с кусочком обращаемся как настоящий массажист в таиланде до рельса рельса шпала шпала ехал поезд опоздал и просыпался горох ты как классно выглядит уже ну как уже ты думаю что из этого сала неплохой сала на костях нет это не очень звучит ну вот поэтому продолжаем что с мясом происходит дальше это у нас называется пергаментная бумага она очень важно она используется для запекания чтобы не прилипала бла-бла-бла но на самом деле ее свойства очень неплохо как обертывание мы ее с вами взяли положили сюда на лист фольги плотно-плотно упаковали и теперь все осталось подождать буквально часов 12 это идеально мы с вами же идеальный мы оставим на ночь у нас белые ночи на самом деле в питере но мы завтра встанем и продолжим это готовить подготовок здесь да ну не особо уж прям сказать что много но это того стоит этого не надо делать ну вот например я вам сейчас покажу мы не стали я понимаю что для рецепта мог бы побольше приготовить я еще раз повторюсь я не человек который вот надо кабана зажарить до показать ну это же а что кабана хотел поесть то есть вот на самом деле я купил все два кусочка чтобы один потом дома сделать мне правда дико нравится этот рецепт и да ребятки вот вы посмотрите обратите внимание какая она классная да вот это вот с реберной частью она стоит недорого это стоит 250 рублей килограмм на рынок приезжаете знакомитесь на рынке с хорошей бабуленькой да вот вы считаете уже галкин нет шучу ребята плохие шутки я не об этом я думаю что что плохо было мне кажется очень плохо имейте ввиду что на рынке такие куски можно купить недорого если это не кировский рынок на котором очень все дорого пушки пушки не все хорошо матвеевский шикарный рынок бабуленьки и вот это все или прохор шаляпин кстати тоже подходит по эту тему все ладно ребята завтра наконец-таки наступает 1 июня вот этот ролик смотрит скорее всего воскресенье и продолжим с вами химичить ну что же господа всем доброе утро на самом деле у нас или первый не заговорила вчера или нет это праздник наконец-таки лето начинается я в какой-то веке почувствовать могу себя товарищем грильковым потому что монгольков казаньков духовкин посудочкин закусочки наконец-то грильков но этот рецепт еще раз повторюсь хорошо вяжется с духовкой я все расскажу смотрите нам очень важно сделать что нам нужно ее потомить давайте я расскажу подробно как это на гриле сделать здесь нужно высыпать угли только на одну сторону это первая стадия да потому что если мы высыпем и сюда и сюда температура будет достаточно высокая поэтому я скидываю только сюда тем самым мы сможем проконтролировать момент того что температура будет около 100 110 ну мы это и воздуховодом сделаем так тут не показывай немножко свинства но немножко попозже все сделаю смотрите берем кусочек берем кусочек вот он замечательный у нас постоял я сразу скажу что вчера во сколько мы мариновали часов наверное 8 перед сном мы достали из холодоса и оставили поймите процессы маринования происходит в разы быстрее даже мясо делать если вы понимаете что завтра будете готовить вообще идеально кстати по поводу вакуумации вот мы вчера с наташкой без камеры разговаривали очень удобно ребятоньки пожалуйста посмотрите разные варианты вот мы вчера да я купил она у меня здесь четыре дня было ничего не выдохнуть все хорошо и вот тут очень важно следующее я кладу прям вот сюда вот так то есть у меня огонь находится только здесь после чего я закрываю крышкой и и разобрав что просто детально вам показать она на самом деле здесь на гидравлике находится вот и мы закрываем значит здесь у нас клапан мы можешь покажи может правда интересно кто-то будет готовить вот так вот оставляем и низ да у нас здесь тоже есть такой некий момент мы его тоже слегка под закрываем тем самым мы не то чтобы тушим огонь мы закрываем доступ кислорода туда соответственно будет температура нужная нам то есть где-то 100 110 и оставляем вот так на два часа два часа это идеально но это еще не все чтобы нормально попить пиво с хорошей едой нужно подготовиться если вдруг готовите в духовке а ты помнишь мы готовили разогреваете ее до 120 градусов и кладете абсолютно также ты причем здесь неважно если у вас обогрев только низа есть да ну значит оставьте только не за если верх и низа можно сделать такой вариант мы по-моему верх и низ включали все нормально вы и все шикарно потому что все-таки в маринаде есть масло очень много воды вам не кажется а ведь вода это жизнь поэтому я так много разговариваю в видеороликах в общем мы с вами встречаемся через два два с половиной часа и не за можно и три часа потомить поверьте хуже не будет это целая процедура для этого куска мяса но и через час встретимся еще специально замиксуем картошечку с грибами потому что это будет гарнир если не решил показать и пивную тарелку и тарелку под всякое такое прошли сегодня никуда не надо и можно нормально наконец-таки по-человечески с вами какая х ставьте лайк за стабилизацию до наташка вы знаете ли раньше как это как туда как страх ненависть смотрела как он ходил да все ребята скоро встречаемся прежде чем начать заниматься гарниром давайте кое-что сделаем наш замечательный кусочек нужно будет снабдить не глазировкой кое-чем интересным но простым смотрите что понадобится панцы яблочный сок его надо немного то есть он у нас будет отвечать за сладость вот столько отправить сюда а также соевый соус на самом деле при желании можете сюда еще бахнут пшеничного пива это задаст корочки и будет нам с вами счастье правда мед не надо использовать ну его нахрен запекать мед дальше а пацанский набор картошечка нарезанная дольками по-деревенски резала я конечно же да нет наташка резала не будем врать шампиньоны важно чтобы крупно было все нарезано поверьте будет топчик хорошо это у нас лук а вот это у нас молодущий молодющий чеснок мне кажется максимум галкин мне очень нравится молодой чеснок все 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 я закончил хватит так сюда идет соль соли можно бахнуть побольше потому что и картофель любит соль и грибы и я люблю соль что самое главное также сюда идет немножко свежемолотого перца все-таки у нас это потомится минуток 30 вместе с мясом и вот здесь есть нехватающего элемента и вы меня спросите что это такое хватит кривляться алексей пойдемте покажем кое-что короче ну во первых небольшая экскурсия по саду мы обязательно сделаем ее как-нибудь в рамках telegram сообщества поэтому подписывайтесь обязательно и скоро я там выложу беседку выбрать просили мы сейчас с вами будем использовать то что растет нас в огороде но прежде всего я покажу что наташка называет красным пистончиком как у котика извини но это ты сказала у нас вот у нас в этом году короче смотрите у нас в этом году поближе сюда подъедь пош будет не видно елочка вот это замечательно это не елочка это у нас нам скорее сосна да ближе нет это ей ель да покажи красный пистон красные шишки выползли по-моему здорово вот пыль вы что ну вот смотрите да но она единственно почетный какой-то порошочек непонятно и превращается и нам весело после него мы пришли сюда чтобы картошечки взять классные специи называется она тимьян сейчас я ребята вам принесу покажу все у нас он у нас к сожалению лимонный помер в этом году вот я буду сажать кстати у себя тоже просто лимонный обалденно имейте ввиду даже если вы не занимаетесь садом там вот этой всей штукой лимонный тимьян он великолепен смотрите вот он замечательный волшебный растет даже зимует по-моему иногда да что стимена мы делаем тимьян и картошка ван лав особенно с грибами поэтому мы берем и каждый листик аккуратненько конечно можно использовать и чабрец сюда можно задействовать и розмарин любые ваши любимые специи а можно кстати мы иногда не брезгаем использовать специи готовые для картошки до в которых есть этот не ребята она врет шафранта видно у меня кстати сказать есть друг он мне привез из или турции или дубаев я точно не помню привез миша с дубаев до воде если смотришь наташа проблем из подвалов есть возможность их порешать короче вот так добавили вам живая съемка это здорово ставьте лайки если нравится нам мы поняли что мы больше не под кого подстраиваться не вы хотите смотреть рецепты обычных людей без разговоров пожалуйста руки стайл всегда есть в интернете а мы с вами любим не только руками поработать но и языком короче смотрите берем масло отправляем его сюда масло конечно много нужно но просто грибы очень много скушают его и смотрите нежно массируем лук стать обратить внимание достаточно крупным должен быть нарезан что он должен остаться слегка хрустящий прошло ровно два часа я слегка положил просто чтобы она остыла пуш иначе будет невозможно с ней работать сейчас вскроем покажем что получилось вот это помогло ей прям там преть и балдеть и в этих ароматах обитать если аккуратно ее раздену меня в этом есть опыт и покажу что получилось но она еще не готова посмотрите какая красота то уже а сейчас я быстренько возьму прошла на горячее и кладу вот сюда обратите внимание на конструкцию да то есть у меня здесь овощи здесь у меня мяско с которого будет капать туда все соки будет улай хорошо в процессе приготовления когда это будет коптиться все мы будем делать следующие движения то есть это то что мы с вами делали соевый соус и яблочный вот так распространяем и подливаем тем самым вкус пройдет короче туда куда надо туда он и пройдет вы поняли немного копчение здесь происходит все элементарно ватсон щипу я не использую хотя можно использовать смотрите у меня есть вот такие вот не знаю чур бачки и чур банки и там называйте как хотите это дерево это остатки роскошной жизни которым не остались так называется дерево мисквит если я не ошибаюсь мне много его не надо я его вымачивать в воде не буду я просто что сделаю я отброшу одну штучку сюда она подымит подымит и перестанет все как в комментариях в ю тубе когда лёха много разговаривает и еще зачем-то об этом напоминает дальше берем всю конструкцию и кладем ее вот так вообще можно было два против не все поместить сейчас закроем все крышкой вот уже как призвал прям шикарно здесь температура уже должна быть плюс-минус 180 200 нам нужно сейчас задать копченую корочку нам нужно ее подсушить чтобы она была вот вычислили нормально я знаю какая она должна быть она должна быть такая прям темная она прямо такое чувство фут и спалил но она будет при этом хрустящая в таком виде оставляем где-то минут на 30-40 это идеально в духовке то же самое все происходит только без копчения а теперь представьте что будет происходить жир будет подкапывать на картофель все пронизываться картошка приготовиться и за 40 минут картофель тоже будет готов но дальше уже представление блюда из пивной кухни и скрепкой наверное сделаем в общем посмотрим и а и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Боже, это очень вкусно. Даже с том, что выглянуло. Я не знаю, насколько это видно. Извините, что я делаю это в воскресенье, или когда вы это смотрите. Я думаю, сильно долго останавливаться на сегодняшнем рецепте. И описание его не нужно, вы все сами видели. Казалось бы, это вам не свиная шея. Можно же и свиную шею так приготовить, да, и там просто будут соки, брызги из всех щелей лететь. Ну вот вам легко, а вот у шеи не получится такая корочка. Это именно для тех, кто любит вот прям играть на нервах шкурки. Двойственная какая-то хрень получилась. Короче, ребятки, имейте в виду, рецепт очень годный. За рецепты, как всегда, жирный, палец вверх, либо худощавый дизлайк. Все прекрасно пойму, все наши соцсети вот здесь и в описании. До вкусных встреч, пока. Настоятельно рекомендую это готовить. Это очень вкусно, это на мой личный взгляд вкуснее, чем стейки есть. Из мраморной говядины. Ну согласись. И дома легко коннектиться. Все, ребят, от души. У нас сейчас иначе солнце выпадет и меня вообще будет не видно. Пока-пока.